привет друзья рад приветствовать вас на канале с капитан герман и сегодня у нас тема ролика достаточно печальная а точнее мы сейчас будем говорить о реках о крышах и прочих неприятностях которые могут случиться с яхтсменами в море тем более сейчас у нас здесь в линтон бэй случилась одна большая трагедия и человек посадил лодку на мель причем посадил ее настолько фатально что с лодкой больше ничего сделать к сожалению нельзя что есть а и и и и и и и и Давайте к этой теме подойдем посерьезнее, рассмотрим причины. И я вам покажу, что случается с лодками и при каких условиях. Поехали. Вот там, вдалеке за мной, находится барьерный риф между двумя островами. И среди белого дня, в час дня, при хорошей видимости, лодка Бавария 44, Овнерская, суперухоженная, которая направлялась из Колумбии сюда, в Панаму, в Линтон-Бэй. Не нашел правильный проход и со всей, можно сказать, скорости заехал по прямой в риф. Но почему же это так произошло? Неужели не было видно? Неужели не было очевидно? Неужели было непонятно, что здесь находится риф при условии, что видимость супер? Вот вы видите, как видно воду. Почему же так произошло? Почему человек, обладающий опытом яхтинга, который шел соло, сделал такую фатальную ошибку и заехал прямо в риф? Естественно, я с ним поговорил, я задал вопрос, почему же так произошло. Но, как вы понимаете, на камеру он говорить ничего не захотел, потому что трагедия достаточно большая. И он просто рассказал, и я думаю, что достаточно того, что я передам. История такая. Если мы посмотрим на карту из Колумбии, в Панаму идти не очень далеко. Но на подходе к Панаме обычно начинается встречное течение, и скорость у лодки бывает редко выше трех узлов. То есть два-три узла, как вы понимаете, с такой скоростью за день вы можете пройти порядка 50 миль. Как Федор Конюхов на грибной лодке переходил через Тихий океан, но там он просто шел с течением. А здесь, даже когда вы газуете, даже когда у вас с ветром все хорошо, течение настолько сильное, что лодку останавливает. Поэтому последних 200 миль от мыса, я вам сейчас показываю на карте, плюс в Колумбии, в районе этого мыса, всегда штормит, всегда плохая погода. И у владельца лодки сломался автопилот. И он должен был трое суток рулить автопилотом вручную. Это очень тяжело, потому что, когда у вас не работает автопилот, вы не можете спать. Лодка сама редко идет, ее постоянно нужно поддерживать, подруливать. Спать не получается, если плохая погода, в дрейф положить не получается, потому что все болтает. В общем, вы должны рулить. И, естественно, на третьи сутки уже усталость была настолько сильной, моральной и физической, что с соображением было тяжело. Потому что он мне рассказал, при подходе к берегу он видел людей на всех островах, которые ему махали руками, показывали, куда идти. Но на самом деле все эти острова, которым он проходил, они необитаемые, людей на них нет. Это просто переутомление мозга. И, к сожалению, если в таком состоянии долго находиться, то возможные повреждения мозга достаточно серьезные. Но трое суток, конечно, период недостаточный, чтобы прямо испортить себе здоровье. Но, тем не менее, усталость, конечно, побеждает. И говорить о том, что получается трезво мыслить, трезво думать, конечно же, мы говорить об этом не можем. Это, кстати, попугаи прилетели. Засранцы. Теперь будут здесь кричать. Но попугаи, это красиво. Я вам буду рассказывать. Господи, не перебивайте меня. Кыш! Сейчас я их пойду сгоню. Попугаи оказались непугливые, поэтому придется слушать их, как они меня перебивают. Но ролик, в общем, не о попугаях, а о том, что... Война с попугаями закончилась. То есть они улетели, смотрели на меня, ругались и улетели. Торгизм данной ситуации еще в том, что помимо отключенного автопилота и вышедшего из строя чартплотера, у человека утонул телефон. То есть это такое комбо. Я так понимаю, что телефон у него утонул из-за того, что была большая усталость и нарушена координация. Нарушена координация, он просто уронил телефон в воду. И мы с вами сейчас подходим к одному очень важному моменту касательно бумажных карт. Заход происходит между двумя островами. Между маленьким островом и Ислагранде. Вот вы видите сейчас на карте. Проход большой. Тогда, когда вы подходите к острову, нет понимания о том, что Ислагранде и этот маленький остров, на котором находится отель, это разные острова. Я специально отснял с дрона то, чтобы вы видели, что эти острова выглядят как один. И даже зная, где заход, можно перепутать и не понять, где находится именно вход в бухту. И он начал искать вход между островом, между обезьяним островом и вот этим маленьким, который он принял за Ислагранде. И в данном случае я хочу рассказать адептам, любителям бумажных карт, что вот данная ситуация, прекрасный пример того, как ходить по бумажным картам. Вы видите, где заход. Вы знаете, куда вам нужно заходить. Но вы не понимаете, где вы находитесь в данный момент. Если бы были электронные средства, любой GPS, можно было, естественно, на бумажную карту нанести данные и понять, где вы находитесь. Но не забывайте, что человек был настолько уставший, что если еще прямая информация, попадающая в мозг, каким-то образом обрабатывается, но информация, когда нужно делать какие-либо счисления для данного состояния физического, это крайне сложная задача. Поэтому, просто перепутав два острова, он вошел не туда. Он проходил, наверное, около получаса вдоль рифа туда-обратно, пытаясь найти вход. Не понимая, что он находится не в том месте и не понимая, что он находится не между теми островами. В этот момент были большие волны, была штормовая погода. И одна из волн приподняла лодку и выбросила ее на риф. От удара у лодки оторвала киль вместе с куском корпуса, вместе с усилителями внутри корпуса. И вот, собственно, лодка и осталась так стоять. Но это, на самом деле, не конец истории. Я сейчас залез на эту лодку, которая разбитая, стоит на рифе. Сейчас я вам покажу, что с ней снаружи и что внутри. Ее уже, естественно, разбирают, потому что с нее уже ничего не возьмешь. У нее осталось стоять только мачта, ванты. И то уже не все. Хозяин попросил ее разобрать. Сейчас-то выглядит ужасно, потому что я стою, и я вот чувствую, как каждая волна бьет по корпусу. И она вот прямо вся вибрирует и прямо вся дрожит. Здесь сейчас стоят ребята из Марины, которые демонтируют все по просьбе хозяина. Посмотрите, какая лодка красивая была когда-то. Все аптеки. И все. Все. Олла, олла. Смотрите продолжение в следующей части. Мотора здесь уже нет, осталась одна трансмиссия. Вот вы видите, сколько здесь воды. И просто ужасно на каждый удар, каждый удар по этой лодке ощущается, как будто сейчас все просто. Я не знаю, сейчас она развалится, прямо такие удары жесткие. Здесь везде плавает дизель, такой запах стоит, потому что дизель разлит, и вот я сейчас стою здесь в воде с дизелем. Здесь уже, конечно, все. Даже вы видите при ударах, как оно все дрожит. Это мастер каюта, был туалет. Уже такой появился запах сырости большой. Ну вот, как бы это ужасно не звучало, к сожалению, вы видите, что происходит. Видите, камни дно. Это просто вырванный кусок вместе с обшивкой, со всем. Он видно даже, как ушел гель-клод. Переборки усилительные остались, а корпус здесь полностью разрушен. Я думаю, что мне здесь делать больше нечего, я отсюда буду уходить, потому что, как вы понимаете, то, что с этой лодкой произошло, это большая трагедия. И некоторые выводы стоит, конечно, отсюда сделать. ... ... ... ... ... ... Смотрите продолжение в следующей серии. Это не самое лучшее физическое и моральное состояние. После того, как он сделал ошибку в навигации, естественно, вы можете себе представить, в каком состоянии был этот человек. Плюс по приезду он поехал сразу заниматься ковидом и прочим тестами, потому что сейчас нужно сдать при заходе в Панаму тесты. Пока он ездил, пока договаривались, настала ночь и он остался ночевать в доме. На утро, когда они приехали к лодке, была идея, что ее теоретически можно поставить на какие-то надувные баллоны, затащить. Может сделать с ней, снять мачту, здесь же есть в Марине кран, ее поднять. Но наши яхтсмены, наши, ее уже растащили. И, к сожалению, это были не местные, на которых обычно думали, а прямо в Марине люди грузили с этой лодки на свои лодки. Поэтому я считаю, что в данном случае нищебродство это очень страшная вещь. И грузили и разворовали лодку настолько кощунственно, просто вырывая прямо всю электронику с корнями. Одному из яхтсменов нужен был люк, он просто взял его и вырубил топором. И к тому моменту, когда на следующий день на лодку приехали из Марины, лодка была уже в состоянии, что спасать ее, конечно, смысла не имело. Она была полностью разграблена. И все знают, кто. Здесь есть несколько бомжелодок, владельцы которых просто поживились на чужом горе, к сожалению. Поэтому я считаю, что это вообще ужасная история, когда ты сделал ошибку, разбил свою лодку. И когда у тебя появляется шанс на то, чтобы ее спасти, и ты приезжаешь и видишь, как другие яхтсмены разграбили ее, и уже спасать все не имеет смысла. Это, я не знаю, что хуже было ее разбить или понять, кто вокруг находится и что за люди. Поэтому я думаю, что всем нужно сделать отсюда хорошие выводы по поводу того, что действительно плохо в этом мире. И что хуже, сделать фатальную ошибку в навигации, либо быть вот таким вот говном. Наверное, здесь каждый должен для себя ответить, кем ему быть. У меня даже вопросов такого не возникает. То есть, это ужасная история. Я думаю, что мы будем делать это. Я думаю, что мы будем делать это. Далее, для того, чтобы как-то получить какие-то минимальные деньги, туда направили уже людей из Марины, которых я снимал. Они уже лодку занесли в Марину, уже по частям. Сняли оттуда двигатель, сняли оттуда все. И это все каким-то образом, наверное, будет продаваться. Продолжение следует... Но лодка, к сожалению, больше шансов на ее спасение никаких. И я думаю, что ее с рифа доставать уже не будет, не будут. И она будет здесь стоять, так как и большинство утопленников, так как и большинство лодок, которые были разбиты, и их решили не спасать. Будет она стоять на рифе, как памятник тому, что сюда заходить, наверное, нельзя. Ну, вот такая вот история. Давайте теперь подумаем. Просто сделаем выводы. Даже не с точки зрения того, что случилось с лодкой. Здесь даже, ну, здесь все очевидно, все понятно. Как избежать подобных ситуаций? Во-первых, я считаю, что дубликат автопилота, то есть второй автопилот, который каким-то образом даже при нормальной погоде даст возможность поспать хотя бы 15-20 минут. Это серьезная помощь, если что-то ломается. У меня была история, когда мы с Диной вдвоем рулили 1560 миль. У меня торчали просто ребра, у меня, который такой плотный, вы видите, да. Просто исхудал настолько сильно, что просто даже были состояния, когда ты начинаешь такой полуобморок, терять сознание, дегидрация, не хватает глюкозы. Ну, в общем, автопилот должен работать. Касательно электроники, касательно чарт-плотера, естественно, он должен быть на лодке не один. Должна быть защита, должно быть несколько чарт-плотеров. Может быть один запасной в планшете, может быть waterproof планшет. Ну, какая-то возможность, если вы попадаете в ситуацию, как попал владелец лодки, у которого было непонимание, где он находится в данный момент. Чтобы у вас был какой-то источник, хотя бы ручной какой-то GPS или трекер, или часы, или что-то, чтобы вы поняли вообще, где вы находитесь. Касательно бумажных карт, я как был сторонником того, что это мусор, и это больше не нужно, так и мы остаемся. Я считаю, что только электронные системы навигации работают правильно и корректно. Есть апдейты под них, и нету никаких вот этих вычислений, которые нафиг не нужны, типа вариаций, девиаций. Зачем это все нужно, когда вы четко знаете, если у вас курс 270, вы идете 270. Зачем это все нужно? Это какой-то такой взгляд назад в прошлый век. Но это пускай будет на усмотрение каждого, каждый сам себе капитан, каждый селит, как ему вздумается. Но, тем не менее, результатом ошибки, результатом неправильного осуждения оказалась лодка под названием La Perla, Жемчужина, разбитая и стоящая на рифе. И вот все, что от нее осталось. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, на этой печальной ноте, я думаю, что выпуск мы подвели к концу, мы его закончили. Каждый, я думаю, сделает свои выводы, исходя из услышанного. Попрошу вас держаться от каких-то там крайне негативных комментов, потому что реально у человека горе и неприятность. Конструктивно мысли, конечно же, пишите, и я буду готов с вами вступить в диалог, понять, может быть, для себя что-то, может быть, вы для себя что-то выясните. Можно посмотреть на эту ситуацию под каким-то другим углом, который я, например, даже себе на данный момент не представляю. В общем, пишите комменты, пишите свои мысли, ставьте лайки. Естественно, шаринг видео этого обязательно, потому что оно, я считаю, серьезное и хороший урок для многих людей. Не только для яхтсменов, а еще и в плане человеческих отношений и как-нибудь говном. И плюс подписываемся на канал, это обязательно. Все, друзья, до встречи уже на следующей неделе. Пока.